Сегодня, наконец, мы переходим к изучению собственного языка. Мы закончили нашу теоретическую часть, познакомились с лямбдоисчислением, познакомились с типизацией. Все это нам пригодится при изучении языка Хаскель, потому что, как я уже говорил, этот язык представляет собой, ну, в своем ядре, по крайней мере, не что иное, как типизированное лямбдоисчисление. Ну вот, сегодня мы познакомимся с этим языком. Сначала поговорим про всякие общие вещи, а потом поучимся программировать. Нет. Что-то он не хочет нас переключать. Ну, я могу переключать и так. Ладно, потом разберемся. Ага, это тут. Что-то с ним. Сейчас я поучусь переключать. Да. А может теперь так будет? О, да, все замечательно. Итак, вот план нашей сегодняшней лекции. Сначала поговорим про общие вещи, потом поговорим про программирование, про базовые типы, которые там есть. Потом поговорим немножко, как на уровне модуля устроен язык. И, наконец, уже переходя к конкретным конструкциям, поговорим про оператора и про то, как с операторами в языке мы будем работать. Ну, сначала, конечно, поговорим про язык. Ну, на сайте языка вы можете встретить такое формальное определение языка. Я оттуда взял самые главные характеристики. Во-первых, это функциональный язык программирования. Во-вторых, это чистый язык. Чистота функций поддерживается в качестве некоторого фундамента, на котором строится все остальное. Третье, что важно, что у него ленивая семантика. Мы уже говорили, что такое ленивая семантика, откуда она берется. Вычисления у нас будут происходить в нормальном порядке. И вычислениями будут именно те самые редукции, бета-редукции, про которые мы тоже с вами говорили. И, наконец, несколько слов про типизацию. Типизация, во-первых, статическая. Это означает, что у нас все проверяется во время компиляции, во время исполнения. В общем, типы не играют существенной роли. И, наконец, еще одно слово, которое мы отдельно обсудим. Это полиморфная типизация. Откуда брать информацию? Ну, главный источник информации — это сайт языка Haskell.org. Фактически все, что мы будем скачивать, оно так или иначе связано с этим сайтом. Назван язык в честь американского логика и математика Хаскела — Карри. Его имя пошло на язык. Фамилия, как мы уже с вами вроде говорили, пошла на процедуру, которая зовется карирование, и с которой мы уже сталкивались. Первая реализация Хаскела была выпущена в 990 году. То есть это довольно старый язык. Вообще, откуда взялся Хаскель? Было масса идей в 80-е годы, каким образом делать язык с такими характеристиками. Ну, в основном, основная идея была, конечно, ленивая темантика, ленивая модель вычислений. Ну, естественно, чисто функциональный язык с ленивой моделью вычислений. И было разработано достаточно большое количество разных похожих языков с некоторыми отличиями в синтаксисе. И вот все люди, которые занимались исследованием в этой области, они собрались вместе и решили, что нужно сделать один язык. Вот они Хаскеля придумали для этих целей. Значит, сейчас два стандарта у языка есть. Был стандарт Хаскель 98 в течение довольно долгого времени, в 1998 году описан. Сейчас стандартом является Хаскель 2010. Это следующий стандарт языка, такой второй. Ну, они не очень сильно отличаются. Фактически вычищены некоторые моменты, которые были не очень удобными. Есть замечательный девиз «избегать успеха любой ценой» у Хаскеля неофициальный. Ну, здесь скобки, конечно, ставятся не его, это success, не избегать успеха любой ценой, а избегать и дальше в скобочках успеха любой ценой. Так трактуется это требование. Имеется в виду, что некоторые вещи, которые связаны с удобством, не должны нарушать внутреннюю математическую строгость языка. То есть сделать удобно, нарушив что-то, какие-то инварианты, это не Хаскель. Путь Хаскела наоборот. Возможно, некоторые вещи будут не самым удобным образом сделаны, а таким не самым кратчайшим, но зато строгость семантики должна поддерживаться. Хорошо. Значит, у Хаскела есть несколько реализаций, но существует одна реализация, которая, конечно, является стандартом. Это GlassBell Haskell Compiler, GHC, которая поддерживается корпорацией Microsoft, Microsoft Research, точнее говоря. Ну, это не значит, что это макрософтский продукт, просто Microsoft финансирует исследования Хаскела. И вот развитие этой реализации. Другие реализации тоже интересны, но они, в общем, являются более академическими. А это такая реализация, которая вполне прикладная, для прикладного программирования готовая. Значит, есть инструмент для упаковки в пакеты и дистрибуции. Это кабал, есть хранилище пакетов единое, это хак.htb. И среда разработки, которую вы уже, очевидно, скачали, потому что я просил вас это сделать, Haskell Platform. Ну, вот текущая версия, она перед вами. В Haskell Platform что входит? Это, во-первых, входит компилятор GHC. Во-вторых, входит интерпретатор GHC I. Ну, I как раз означает интерпретатор. Мы будем работать и с компилятором, и с интерпретатором. Нам, скорее, поскольку нас особо страдействие не интересует, мы будем в основном работать в режиме интерпретации. Хотя скомпилировать тоже можно, это, в общем, несложно. Тот код, который вы будете писать. Ну, дальше входит инструмент кабал, который предназначен для дистрибуции. Входит некоторый набор библиотек. У Haskell есть маленькая стандартная библиотека, описанная в стандарте в 2010-м. И есть более широкая стандартная библиотека. Ну, вот считается, что то, что представляется Haskell Platform, это, в общем, некоторая такая библиотека, которая полезна для разных целей. То есть, под словами стандартная библиотека, мы будем понимать как в узком смысле, так и в широком смысле. Ну, и целый ряд вспомогательных инструментов входит, которые, в общем, облегчают работу. Единственное, чего нет, это редакторы исходного кода. Я про это уже писал вам в рассылке, если вы читали. Поэтому редактором исходного кода вы можете пользоваться каким хотите. Ну, подсветка синтаксиса, это плюс. Ну, во многом писать программу мы будем, работая с интерпретатором. То есть, поскольку в Haskell мы пишем программу собирая выражение, как вы понимаете уже, наверное, то собирать выражение можно где угодно. И собирать выражение легче в интерпретируемой среде. Просто пишем некоторое выражение, смотрим его тип, смотрим, как оно работает. Если оно хорошее, переносим в исходный код из интерпретатора. То есть, вот такой стиль программирования, он полезен. Мы пишем, можно писать коды напрямую, естественно, в редакторе исходного кода. Но стиль, принятый, в общем-то, программирования на Haskell такой, что мы бегаем между двумя окошечками, что-то написали, протестировали. И там, и там писать можно. Ну, ладно, это мы увидим чуть позже. Ну, теперь старт. Чего нужно сделать, чтобы написать первую программу на Haskell? Вот здесь короткий пример. Чего нужно сделать? Поставить Haskell-платформ. Дальше с помощью редактора создаем файл с расширением. Hs. Это стандартное расширение для Haskell. Пишем там вот такую вот одну строчку хода. Ну, естественно, нужно hello world написать. Дальше либо компилируем в исполняемый файл, запуская компилятор g и hc, ну и передавая туда общем. Естественно, запускать надо из той же директории, где у нас лежит файл исходного кода. Либо прямо в интерпретатор подгружаем файл g.hc и вызываем, и передаем туда имя соответствующего файла. Ну, в первом случае конструируется исполняемый файл, который мы можем либо запускать, либо опять же открыть в интерпретаторе. Во втором случае мы напрямую в интерпретаторе получаем доступ к... доступ к нашей программе, и, соответственно, можем ее запускать. Ну, запускать здесь немного чего есть, но, тем не менее, запустить мы можем. Ну, вот, собственно, все. Такое описание общего языка сделано. Теперь давайте переходить к основам программирования. Что нам нужно? Ну, во-первых, нам нужно, естественно, понять, что означает знак равенства. У нас в нашем файле исходного кода будут присутствовать идентификаторы слева от знака равенства, а справа от знака равенства будут присутствовать некоторые выражения. Но сам по себе знак равенства — это не оператор присваивания. У нас язык чистый, функциональный, поэтому у нас нет никаких состояний, поэтому знак равенства интерпризируется по-другому. Обычно говорят про связывание. Связывание может быть двух типов. Связывание может быть либо глобальным, либо локальным. Ну, вот, глобальное связывание... Глобально связывают идентификаторы, которые имеют нулевой отступ в файле исходного кода. Вот, если я опишу «x» равняется двум, то это глобальное связывание. Идентификатор появляется, он становится для всего файла видимым, и мы связываем переменную «x» со значением 2. Ну, вот, переменную «y» мы можем говорить и функцию. Это не очень важно. Переменные — это не в смысле... Переменные здесь мы понимаем не в смысле императивного программирования, а в смысле том, которое мы в лямбда исчисления вводили. То есть просто некоторый идентификатор, который с каким-то выражением у нас связывается. Ну, вот, третий пример показывает, что у нас могут быть локальные связывания. Я пока не вдаюсь в подробности синтаксической конструкции. Она здесь есть, let in. Ну, вот здесь мы говорим, что идентификатор «foo» на глобальном связывании связывается с некоторым выражением. А выражение как устроено у нас? Оно пишет, что let z, и z — это вот уже локальное связывание, равняется x плюс y. x плюс y у нас глобально связано чуть раньше. Однако порядок не важен. Мы могли бы и позже. Главное, чтобы в этом файле на глобальном уровне у нас x плюс y было. Ну и дальше int print z. Понятно, что вот это локальное связывание z потом используется в каком-то выражении. Как у нас в Haskell отделяются некоторые выражения друг от друга? Они отделяются с помощью правила отступа. То есть если мы начали какое-то определение, а потом сделали какой-то отступ на какое-то количество пробельных символов, то это означает, что мы продолжаем это выражение. Собственно, вот здесь int print z — это не новая строка, это не новый идентификатор in, это некоторое продолжение предыдущей строки. Если мы начнем опять с нулевым отступом, это значит, что мы начинаем давать новое определение. И если мы начнем с тем же самым отступом, это означает, что мы продолжаем определять некоторые выражения. Правила отступа более тонкие, поскольку там могут быть локальные связывания. Но мы про них поговорим позже. Я вообще полностью описывать правила отступа не буду. По ходу дела мы научимся работать с этими правилами, потому что формально их определять довольно сложно. Там есть пара страниц в стандарте, описывающие тонкости правила отступа. Но сделаны они так, чтобы это было максимально естественно. Единственное, что нужно подчеркнуть, что отступы значимы. Вот это некоторая важная часть языка. Еще одно требование, которое касается всех идентификаторов, независимо от того функции, это переменные, это то, что первый символ должен быть в нижнем регистре. Все идентификаторы, которые начинаются с символа в верхнем регистре, они относятся к конкретным типам. То есть это будет относиться к типам. А все переменные термового уровня, они должны начинаться с маленькой буковки. Мы можем устраивать глобальные связывания не только в исходном файле исходного кода. Мы можем также в интерпретаторе устраивать связывание. LED, ключевое слово LED, оно используется в двух смыслах. В файле исходного кода у нас обязательно конструкция LED-in, а в GHCI у нас отдельное предложение LED позволяет на глобальном уровне что-то связывать. Ну вот сессия GHCI, например, показывает, если я хочу ввести идентификатор 42, то я ввожу его, пишу LED 42, дальше пишу, с чем мы связываем 42, и дальше я могу использовать это 42 в любых выражениях, которые я использую в дальнейшем в рамках сессии интерпретатора. Ну, с помощью равенства мы можем задавать функцию. Для нас это не ново, мы это делали. Мы как раз так вводили комбинаторы. Ну, функция задается следующим образом. Во-первых, пишется имя функции, она связывается на глобальном уровне. Ну, в данном случае на глобальном, мы и на локальном уровне сможем функции задавать, но это немножко потом обсудим. Пишется имя функции, дальше пишутся имена переменных этой функции, то есть мы сейчас задаем функцию двух переменных, переменные x и y здесь связываются локально. И дальше после знака равенства я пишу выражение, которое описывает мне тело функции, то есть это определение функции add. Я могу дальше эту функцию вызывать, ну, например, add, вызванное на двух значениях, 42, возвращает мне, естественно, 42. То есть я ввожу идентификатор 42, в данном случае я ввожу этот идентификатор, я его уже вводил там в сессии GHC, здесь я ввожу его внутри файла исходного кода. Однако, да? Правда, что первая задача, это вы про лямбды уже говорите? Ну, я еще до лямбды не дошел, как раз сейчас хотел рассказывать про это. Это не совсем правда, они в общем почти эквивалентны, и если вы руками приписываете правильный тип, про это мы будем чуть-чуть говорить попозже, в общем, они эквивалентны, да. Но не совсем. Дело в том, что лямбды немножко мономорфизируют. Мы про это поговорим позже, а полиморфизм первой записи выше, чем полиморфизм последней записи при автоматическом выведе типов. В некоторых ситуациях тип в третьем случае будет выводиться конкретнее, чем в первом. Вот здесь есть некоторая тонкость, но это мы просто, я говорю, забегая чуть-чуть вперед. В общем, с вычислительной точки зрения, да, это эквиваленты и разница в некоторых тонких нюансах, связанных с типами. Ну, вот лямбда как записывается? Вместо значка лямбда у нас пишется обратная косая черта, вместо точечки пишется стрелочка. Вот единственная разница по сравнению с той записью, которая у нас была. А так лямбда выглядит точно так же. Ну, единственное, что у нас, конечно, плюс умножения и всякие подобного рода вещи, они встроены. Поэтому это нечистое исчисление. У нас уже даны нам свыше правила сложения, умножения и так далее чисел. Ну, как это устроено, в точности мы поговорим позже. Пока просто мы пользуемся тем, что у нас расширенное лямбда исчисление. Ну, вроде про последнюю часть слайда здесь все понятно. То есть мы можем легко переходить от лямбд к синтаксису комбинаторному такому и наоборот определять функции и так, и так. Как вам больше нравится. Ну, естественно, удобнее определять без лямбд, но можно писать и с лямбдами. Хаскель вообще, кстати, в этом отношении язык, который допускает много воли и много разных стилей. То есть нет такого жесткого заданного. Вот есть язык LISP, который, в общем, совершенно однозначно определён. У него очень бедный синтаксис. Хаскель вместо этого у него синтаксис богатый. То есть для многих вещей есть удобный синтаксический сахар. И однозначные правила трансляции. То есть есть такой коры Хаскель, в которой всё транслируется, который гораздо беднее. А есть масса всяких синтаксических надстроек, которые, в общем, позволяют компактно и коротко записывать многие вещи. Хорошо. Ну, во-первых, у нас есть, как вы понимаете, стиль записи. Поскольку мы уже лямбда-исчисления поизучали, то соглашения об ассоциативности, они такие же, как лямбда-исчисления. То есть если несколько идентификаторов подряд идут, то первый идентификатор — это функция, а остальные идентификаторы — это аргументы этой функции. Поэтому если я, например, хочу напечатать результат сложения, то я должен использовать второй синтаксис, а не первый. Первый синтаксис у меня даже проверку типов не пройдёт, хотя типов здесь нет. А вот во втором синтаксисе всё хорошо. Я сначала вызываю add на единички и двойки, а потом вызываю функцию print. Ну, очевидно, как-то результаты сложения у меня Haskell умеет печатать. Я уже не буду вдаваться пока в то, как это всё делается. Но понятно, что здесь по типам всё хорошо. В функции print мы передаём что-то печатабельное, и оно печатается. Ещё одна важная черта Haskell, которая, ну, отличая, скажем, от языка C, совершенно не важен порядок определений. То есть если у нас на глобальном уровне определены некоторые идентификаторы, то их порядок не важен. Я сначала могу функцию вызывать, потом ниже её определить. Могу и наоборот сначала определить, потом вызывать. То есть здесь совершенно не важно, в каком порядке определения идут. Что ещё у нас? Следующее важное свойство языка — то, что зовётся им мутабельностью. Если я уже определил идентификатор Z и связал его с каким-то значением, то дальше на том же уровне я этот идентификатор задать не могу. То есть вот на глобальном уровне завал функцию с именем Z, которая всегда возвращает мне единицу. Следующее определение даст мне ошибку компиляции. То есть мы связывать два раза не можем с одним и тем же именем. Но на разных уровнях, конечно, мы можем связывать. Вот, например, пример такой с лямбдой. Это вполне законная функция, она пройдёт компиляцию. Что это за функция, кстати? Нет, не I. Если бы было просто Q равняется, лямбду Q, стрелочку Q, это было бы I. Да, и что же она возвращает из двух переменных? Ну, во-первых, скольки переменных функция Q? Глобальном уровне мы связали Q, это функция, которая принимает одну переменную, а потом ещё ждёт второй переменной. Правда? И возвращает какую переменную? Вторую. Значит, что это за функция? К со звёздочкой. Это функция. Это такое определение К со звёздочкой, но чрезвычайно запутанное. Конечно, никто так не использует идентификаторы, но тем не менее, вот это вот совершенно законная вещь, потому что у меня всё это определено на трёх уровнях. Ну, если бы мы это переписали в виде лямбды, то как бы это у нас было? Q равняется лямбда Q, ну, я лямбду можно буду писать по-человечески, а здесь лямбда Q точка Q. Ну, вот в языке лямбда исчисления. То есть, ну, понятно теперь, что возвращается вот эта вот переменная, это игнорируется. То есть, это К со звёздочкой определение. Ну, конечно, так никто не пишет, это просто такая... пример, демонстрирующий вам, что на разных уровнях у нас могут быть, на разных уровнях ложности у нас одно и то же имя может использоваться. И важно уметь разделять эти уровни между собой. Дальше следующее, чем Хаскель отличается от большинства языков, это, конечно, ленивость. Вот теперь я уже определяю комбинатор K. Ну, его, например, в таком стиле можно определить. Я делаю это для разнообразия ОГА-Аш-ЦАЙ. А я мог бы его определить, кстати, и так. K, X, Y равняется X. Ну, вот это то же самое, как мы понимаем. Ну, естественно, нам нужно было написать let сначала. K я, кстати, пишу здесь с маленькой буквы, потому что большой буквы писать нельзя, как мы с вами знаем, что большие буквы у нас зарезервированы для других целей. Все функции мы определяем маленькими буквами. А дальше я это K вызываю на двух аргументах. Первый аргумент — это число 42. А второй аргумент — это некоторая специальная функция, про которую мы еще поговорим сегодня на практике. Это функция такая. Она всегда расходится. То есть она всегда вылетает с ошибкой. Она поэтому так и называется. Undefined. Это стандартная функция, стандартная библиотека, у которой есть определенная цель — расходиться всегда. Вот в ленивом языке такая функция полезна. Если вы твердо уверены, что в какое-то место ваша программа никогда не придет, вы можете там поставить эту функцию, как некоторую затычку. Она подходит по типу в любое место. Мы потом посмотрим на ее тип и поймем, почему она подходит вместо чего угодно. Вот такая вот полезная функция. Ну то есть фактически это функция, расходящаяся всегда. Но естественно, что значит функция, расходящаяся всегда? Функция, расходящаяся всегда, может либо уйти в бесконечный цикл, но это плохо с вычислительной точки зрения. А эта функция просто вылетает всегда с ошибкой, которая пишет вызван-ин-дефайнет. То есть как только исполнение до нее дошло, так она вылетает с ошибкой. Но Хаскель ленивый язык, поэтому он не считает то, чего не нужно. y нам не нужен в теле функции, как вы видите. Ну это видно. y нигде не используется. Ну так вот то, что не используется, то и не вычисляется. Поэтому эта функция возвращает нам 42. Мы видим, что здесь происходит нормальный порядок вычислений. k сначала применяется к 42, а потом потребуется там undefined. Ну потребуется, не потребуется, значит не потребуется. У нас в k и y не требуется, поэтому undefined никогда не вызывается. Есть здесь существенная разница между моделью вычислений в обычных императивных языках и в ленивых языках. Вот здесь она как раз и сосредоточена. То есть в обычных императивных языках сначала вычисляются аргументы до значения, а потом вызывается функция. У нас наоборот. Функция вызывается, а аргументы считаются только тогда, когда их значения нужны для продолжения вычислений. Ну ладно. Давайте теперь переходить уже к некоторому содержательной деятельности. Содержательная деятельность — это, конечно, рекурсия. Как вы понимаете, мы, поскольку Хаскель все-таки Тюринг — полный язык, то в нем рекурсия допустима, и мы можем писать определение функций как рекурсивные уравнения. Ну вот для сравнения сверхфакториал на языке C, который организован обычно как? С помощью изменяемых переменных и циклов. Я уже не буду вдаваться в подробности того, как это сделано. А здесь у нас на языке Хаскель у нас основной инструмент рекурсия. То есть технически это не лямбда-терм, конечно. Я вас ругал, когда вы использовали такие конструкции в нашей предыдущей деятельности. Но это лямбда-исчисления, расширенные возможности писать рекурсивные уравнения. Операционную семантику мы знаем. Вычисления идут слева направо, когда мы доходим до рекурсивного вызова. Ну рекурсивный вызов осуществляется. Ну вот определение факториала на Хаскеле выглядит вот так вот. Ну здесь я опять пользуюсь правилом отступа, хотя мог бы и в одну строчку все это написать. Ну здесь я пользуюсь правилом переноса. Ну и в общем про if-then-else стоит знать, что такая конструкция в Хаскеле есть, она встроенная. И вообще говоря, разумно выравнивать по одному уровню. Все. Возможно и некоторые движения там. Ну в общем, для начала достаточно понимать, что вот такой синтаксис работает. Кстати говоря, в Хаскеле 98 вот этот синтаксис был не очень хорошим образом определён. Сейчас он немножко более гибкий. Но опять же подробности вдаваться не буду. Итак, важно понять, что рекурсивные уравнения допустимы. и мы можем с помощью них программировать. Ну поговорим немножко про эффективность вызова. Здесь, правда, я немножко лукавлю в рассуждениях, которые идут. Рекурсия, вообще говоря, на каждом своём шаге, она должна конструировать, ну, некоторый новый кадр стека и передавать туда переменные. Есть некоторые оптимизационные вещи, связанные с хвостовой рекурсией, преобразованием в цикл. Вы, возможно, такие слова слышали из других языков. В Хаскеле это не очень важная проблематика. Тем не менее, я хочу сказать, что вот тот ход, который мы здесь применяем, приведение рекурсивного вызова к хвостовому, он полезен вот в каком смысле. Здесь у нас появляется некоторая идея использования аккумулирующего параметра. И вот эта идея позволяет многие рекурсивные вещи, которые имеют плохую асимптотику, ну, например, если вы знаете числа Фибоначчи, такой тоже стандартный пример, там нужно два раза вызвать рекурсивную одну и ту же функцию. Мы это обсудим сегодня на практике. Вот отсюда возникает некоторая, вообще говоря, плохая асимптотика, если мы делаем наивную реализацию. А вот реализация через аккумулирующий параметр, она часто выгодна и часто позволяет вернуть асимптотику вычисления к линейной. Ну, если линейная, конечно, допустима в данной задачке, если есть такой вообще алгоритм. Поэтому давайте вот мы в эту технику вглядимся и посмотрим, как здесь все сделано. Вместо того, чтобы напрямую рекурсивно вызывать функцию, мы определяем нашу функцию факториал через вспомогательную функцию helper, которая содержит два параметра. Второй параметр, это по-прежнему число n, над которым все вычисляется. Я здесь определяю две функции. Факториал штрих, во-первых, и во-вторых, helper. Кстати говоря, штрих в Haskell полноценный символ, такой же, как символ подчеркивания, в отличие от многих других языков. Поэтому обратите внимание, что штрих вполне нормально. То есть функцию можно назвать rock'n'roll, например, с апострофами. Главное, обратный апостроф не использовать здесь. Прямой апостроф такой, самый обычный. Вот, теперь как устроен helper. Helper просто делает следующее. Он в этом самом аккумулирующем параметре накапливает интересующее нас произведение. То есть если helper вызывается на аккумуляторе значение n, то когда n больше единицы, мы делаем следующее. Мы берем значение этого аккумулятора, умножаем на это n, вызываем helper с увеличенным значением аккумулятора и с уменьшенным на единичку значением n. Ну, а в противном случае, если мы до единички добрались, мы возвращаем просто накопленное значение аккумулятора. Теперь посмотрите, что происходит. У нас helper вызывается на двух аргументах, на единице и на n. А единицы используются в качестве инициализирующего значения. И дальше что произойдет? При первом вызове helper, ну, считаем мы там факториал трех, например, у нас получится что? У нас будет вызван там helper на единички и трех. Он нам, ну, проверка пройдет условие истины, значит, выполняется первая часть. If then else у нас вызывается helper на чем там? На старом значении аккумулятора умножить на n, то есть 1 умножить на 3, и здесь вызывается на 2. То есть это, ну, вот как так. Напишу я там, как редукцию всего этого, что у нас происходит в процессе вычисления. Дальше, что опять вредном вызове, двойка больше единиц, поэтому у нас вызывается helper на единички, умноженные на 3, умноженные на 2. А здесь на единичку уменьшается значение, то есть получается единицы. Дальше что у нас проходит, с проверкой происходит? Ой, n не больше единицы здесь, поэтому у меня возвращается значение аккумулятора. 1 умножить на 2 умножить на 3. Ну, дальше, очевидно, Хаскель умеет считать все вот это, он умножает и получает 6. Ну, что и требовалось. Ну, в общем, я не думаю, что для вас сложно было посмотреть все это рекурсию, но я вот расписал вам, что происходит. Обратите также внимание, что здесь рекурсия, рекурсия, она все-таки хвостовая. Что это означает в нашем языке? Это означает, что вызов helper немедленно превращается в вызов helper, 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 helper и так далее. То есть у нас все время вызывается вот эта вот самая рекурсивная функция до самого конца, а потом только у нас остается сконструировано некоторое выражение, которое и вычисляется. То есть вот вычисления идут именно в таком плане. Вот эти умножения, они как бы происходят отложенными. В принципе, мы могли бы их подтолкнуть, как подталкивать вычисления, как форсировать, мы в свое время узнаем. Но здесь пока вот вычисления происходят именно так. То есть все перемножение произойдет после того, как рекурсия происходит. Но на самом деле Хаскель, умный оптимизатор Хаскеля, конечно, превратит вот эту вот штуку в настоящий цикл. То есть здесь как бы мы знаем, что... Не то, что мы знаем, просто я вам сообщаю, что язык такой достаточно умный, чтобы вычислить такого рода вещи достаточно эффективно. Ну окей. Поехали дальше. На предыдущем слайде у нас есть некоторое неудобство. У нас была функция factorial штрих, которая напрямую вызывала некоторый хелпер. Я объявлял этот хелпер на глобальном уровне. Но тем самым я вносил некоторый мусор в пространство имен. Этот хелпер нужен только для вычисления факториала. В принципе, это некоторая локальная вспомогательная функция, которая нужна была нам как часть определения функции факториала. Ну и в Хаскеле есть конструкция where и выражение let in. Про выражение let in я уже немножко говорил. Которые позволяют давать некоторые локальные определения для вспомогательных конструкций. Ну вот в частности предыдущий пример я могу переписать так. Факториал 2 штриха. Он уже обращается не к глобальному хелперу, а к локальному хелперу, к локальной функции. Как задать локальную функцию? Вот, например, с помощью предложения where я написал некоторое определение, а дальше сделал отступ. Неважно, какого размера, можно один пробел. Ну вообще, вообще принято два пробела делать. В древние времена было принято четыре пробела делать. Ну вообще, два пробела вполне достаточно. Ну, как вам больше нравится оформлять все это? Здесь как бы размер отступа не важно. Я как раз делаю очень большие отступы. Почему? Потому что я хочу по вертикали уместить очень много на слайдах. Здесь не идеальный код написан в том плане, что мы можем после равенства, например, как бы нажать enter и делать вот эту конструкцию if-then-else с отступом еще там четыре пробелчика, например, сделать. Это тоже вполне можно. И так обычно и пишут, чтобы не оставлять большого количества пустого места. Ну вот, собственно, код такой же, как в предыдущем случае, но мы изучили с вами полезную конструкцию, конструкцию where. Конструкция where находится после определения, но мы с помощью конструкции let in мы можем выполнить то же самое локальное связывание, но до определения некоторой функции. Ну вот сравните то, что сверху написано и то, что снизу написано. Мы просто говорим let helper вот такая вот функция, то есть локальное определение даем. А дальше пишем in и выражение, в котором мы этот helper используем. То есть это одно и то же фактические определения, но перевернутое. Есть маленькая, но существенная разница между where и let. Конструкция where это не очень хорошая конструкция в том смысле, что она не является выражением. Выражение это нечто, что имеет тип. Конструкция where придумана так, что ее можно использовать более широко, а мы чуть позже увидим, но из-за этого потеряется ее свойство быть частью выражения. Противоположность этому let in это полноценное выражение языка. То есть конструкция let in сама по себе имеет тип. Let a in b это типизируемое выражение, полноценное выражение. Ну просто способ задать локальное связывание. Where не такова. Тут вопрос такой, в чем выбор. Если вы хотите интересоваться типом того, что у вас получилось, и как-то эту информацию использовать, тогда лучше использовать let. А? А так без разницы. Это одно и то же. Просто where чуть-чуть более широком диапазоне. Вы потом увидите, что я скажу специально, здесь where можно использовать, а let нельзя. То есть в общем, некоторые люди чаще любят использовать let. Where визуально чуть-чуть меньше шумит, с моей точки зрения. Поэтому я чаще пользуюсь where, даже там, где это не надо. Но некоторые люди набирают, нет, мы хотим, чтобы все время было выражение, поэтому мы пользуемся let. Ну, в конце концов, неважно, что написать let, там несколько связываний, связываний может быть несколько. И in что-то, или выражение where что-то. Это все просто как бы, ну, способ задать некоторый набор локальных связываний для нашего главного выражения. Вот все. Вместо того, чтобы делать большое выражение, можно написать там, если здесь большие куски какие-то, мы говорим это, ну, вот у нас есть там, ну, не знаю, там что-то определяется функция, и здесь там, ну, я не знаю, большое выражение, примененное к большому выражению, примененное к большому выражению. Ну, можем написать так, x, y, z, вместо этих больших выражений написать where, там, x равняется вот этому, y равняется вот этому, z равняется вот этому. То есть, вот это такой стиль программирования, который просто говорит, куски перетащи сюда, что-то очень большое вышло, ну, значит, вытащи where. Или то же самое, наоборот, в латын вытащи. Вот, собственно, и все. Ну, это просто некоторые такие вспомогательные конструкции. Ими можно не пользоваться. Ну, тогда у нас возникает огромное выражение без локальных имен. Ну, так программировать неудобно. Удобно. При этом x, y, z, как вы понимаете, могут быть функцией. Вот, то есть, понятно, мы можем написать, о, x ждет двух аргументов, y, z. Ну, там, мы можем написать, там, y штрих, z штрих равняется. Ну, и y здесь тоже ждет. Ну, хорошо. А, y здесь ничего не ждет, кстати, потому что, ну, так я написал. Вспомните, что применение ассоциативного лего. То есть, вот, подразумеваются такие скобочки. Ну, хорошо. Значит, с этими конструкциями мы разобрались. И они помогают нам, так, сделать более явно структуру выражений. Сложные выражения позволяют растащить на набор простых выражений. Ну, вот теперь функции в Хаскеле не обязательно задавать с помощью одного равенства. Функции в Хаскеле можно задавать с помощью нескольких равенств. Для этого есть несколько способов. Первый способ — это предохранители. По-английски «guards». Ну, переводят по-разному. Иногда зовут охранные выражения. Ну, в общем, «guards» по-английски. «Guardы» можно говорить. Вот у нас уже в предыдущем случае была ситуация при определении факториала такая. При одних значениях аргументов мы вели себя одним образом. При других значениях аргументов мы вели себя другим образом. Ну, если там всего выбор один, то мы можем пользоваться конструкцией «if, then, else». Если нужно проверить несколько условий, ну, мы можем сделать несколько вложенных конструкций «if, then, else». Но это сложно. «Guardы» как раз позволяют организовать сколько угодно проверок разных логических выражений. То есть мы пишем имя функции, аргументы функции, а дальше неравенство, а еще дополнительное условие. То есть вертикальная черта и некоторое булевое выражение. Составленные из чего? Из того, что у нас в качестве аргументов функции присутствует. Ну, там могут быть и какие-то вызовы других функций, но в том числе и вот можно использовать и формальные параметры нашей функции. Мы проверяем эти условия. И если условие выполняется, то данный гвард вызывается. Если условие не выполняется, то мы переходим к следующему гварду. Если он выполняется, то мы идем в правую часть и используем данную функцию. Ну, то есть в данном случае это замена истернелса. Ну, несколько гвардов – это замена цепочки истернелсов. А после выполнения какого-то из вариантов он остальные вариантов не будет? Нет, не будет. Не будет, он уходит. То есть выбирается первый подходящий вариант. Здесь уже порядок важен, естественно, потому что мы можем по-разному устроить. Здесь порядок важен, порядок в глобальных связываниях не важен. Ну, вот здесь тот же самый факториал, тот же самый хелпер, но переписанный не в нлс, а на языке гвардов. Ну, я мог бы гварды и на глобальном уровне задавать, но здесь интереснее на локальном, конечно, задавать. То есть гварды можно задавать где угодно при определении любой функции. Вообще определение функции на глобальном уровне и на локальном ничем не отличаются, ну, кроме видимости этой функции. А так все, что говорится там про один уровень, верно и для другого. Секонструкция otherwise, она на самом деле otherwise – это просто синоним в стандартной библиотеке Хаскеля. Это не встроенная штука, а просто в стандартной библиотеке определенного otherwise равняется true. То есть это более выистинно. Ничего больше. Это просто такая конструкция. То есть там это просто более выистинно. Ну, если никакой гвард не исполняется, то наша функция становится не полностью определенной, она вылетает с ошибкой. То есть здесь мы должны об этом думать, покрыть все возможные варианты. Ну, либо мы считаем, что этот вариант неправильный, она и должна вылетать с ошибкой. Это как бы пожалуйста. Но вообще в современном Хаскеле чем дальше, тем больше считается, что функции, которые вылетают с ошибкой, это плохо определенные функции, их не надо использовать в программировании, если можно их не использовать. Ну вот. А теперь про конструкцию VR. Для чего же она нужна? Почему она сделана отдельной конструкцией, а не выражением? Вот для того, чтобы обслуживать несколько гвардов. Видите, да? То есть у нас может быть несколько гвардов, и у нас одно и то же выражение хочется использовать. Вот у функции F два параметра X и Y. И Y сравнивается с, ну вот с X квадратом. И мы могли бы там всюду писать X квадрат, ну и X квадрат еще ничего. А если там большое громоздкое выражение? Ну нам его придется три раза написать. А здесь мы можем как бы написать некоторые Z и ввести конструкцию VR общую для нескольких гвардов. С летом такого не сделаешь. То есть вот это мы платим за то, что VR не является выражением, конструкция VR не является выражением. Вот за такое синтаксическое удобство. Следующее, с чем нам надо познакомиться, это с типами. Мы пока, кстати, программировали на Haskell и совершенно никаких типов не видели. Ну и правильно, мы с вами говорили, что система типов, она хоть и статическая, и строгая, но она крайне неявная, она спрятанная. То есть типовой контроль, конечно, происходит, вы с ним будете сталкиваться. Если вы будете писать какие-то выражения, которые не имеют смысла с точки зрения арности, с точки зрения типов, то вам компилятор сразу будет давать по рукам и говорить, что нет, вы что-то не то делаете. Но программировать на Haskell легко можно и без типов. Но понимать, что они есть, понимать, что они есть, конечно, надо. Итак, вот какие базовые типы встроены в язык и немножко специфичны в том смысле, что это не те типы, которые мы определяем. Хотя, в принципе, синтаксически мы могли бы их определить именно так, как мы потом позже обсудим, как бы мы их могли определить явно. Итак, какие типы у нас есть? Ну, первый тип — это булев тип. Булев тип — это булево значение. Он содержит внутри себя, как вы понимаете, две константы. То есть сам по себе тип бул — это имя типа. Это то, что у нас будет использоваться на уровне типов, то есть справа от значка типизации. Значок типизации в хаскеле не одно двоеточие, а два двоеточия. То есть вот мы пишем бул слева, а справа, конечно, справа пишем бул, а слева мы пишем какие-то константы. Ну, то есть мы можем написать, какая это переменная, и x имеет тип бул, типизировать эту переменную. Но вообще говоря, тип бул имеют две константы. Это константа true и константа false. Ну, терминология сразу скажу. Это называется конструктор типа, а это называется конструктор данных. То есть и то, и другое называется конструктором. Ну, почему конструктор, мы пока не знаем, но, в общем, справа стоит тип, возможно, сконструированный. Слева стоят данные, возможно, сконструированный. Константы true и false у нас будут использоваться в наших выражениях, в термах. Но, тем не менее, они начинаются с большой буквы. Ну, ладно. Какие еще типы есть? Есть тип char. Это символ Unicode. Тип int целая, фиксированного размера. Он, кстати, зависит от платформы. На 32-битных платформах он 32 бита, на 64-битных платформах он 64 бита. Поэтому некоторые примерчики, когда вы вылетаете за тип int, они по-разному себя ведут на разных компьютерах. Поскольку сейчас есть, ну, наверное, уже у всех 64-битные платформы. Хотя, не знаю, может быть, у кого-то 32-битные есть. Дальше. Integer. Это, наоборот, тип данных произвольного размера. То есть это целочисленный тип, где мы можем написать там 100 в сотой степени, например. И он нам замечательно отобразит число с нужным количеством нулей. Ну, его размер, конечно, понятно, что он ограничен размером физической памяти вашего компьютера. Ну, в общем, тем не менее, любое целое, оно теоретически может быть внутри типа int отображеного. Дальше что у нас есть? У нас, конечно, есть тип стрелки. То есть у нас мы можем определять функции. И я пишу там type 1, type 2. Но вообще говоря, я мог бы написать так. А стрелка B. Это совершенно законная вещь. То есть стрелка определяет функцию, как и в нашем просто типизированном лямбда-исчислении. А слева от стрелки у нас могут стоять либо типы, тогда они с большой буквы начинаются. Ну, например, функция int int. Либо могут стоять переменные типа. Если у нас в типе используются маленькие буквки, это означает, что у нас здесь стоят переменные типа. Это вполне законная вещь. Как с этим работать, откуда они берутся, мы чуть позже узнаем. Вот type 1 и type 2, это просто, поскольку они с маленькой буквки начинаются, это переменные типа какие-то произвольные. Это тип функции. Ну, дальше еще. Тип пары. Это два типа. Ну, вот пара, язынта и чара, например. Это тип пары. Более широко у нас может быть введен тип тройки, тип четверки и так далее. То есть все эти типы присутствуют в Хаскеле. Имена типов перечисляются здесь. Ну и, соответственно, вообще это называется тип кортежа. Или кортежа. Как правильно? Не знаю. Кортеж. Дальше есть некоторый хитрый тип, вот такой вот. Это как бы кортеж с нулем элементов. Просто две скобочки. Это тип, в котором ровно одна константа, которая ровно так же и обозначается. То есть это одноэлементный тип, единичный тип. Вот булл это тип, имеющий в себе две константы. А это тип, имеющий ровно одну константу. Когда нам нужно что-то вернуть, а в Хаскеле функция должна что-то возвращать. Но нам совершенно не важно что. То есть нам важно, что вот некоторый процесс прошел и как бы прошел. Он возвращается обычно на этот единичный тип. Сам по себе он не возвращается, потому что такой функции непонятно, что делать дальше. Но потом мы увидим, что в качестве параметра он в некоторых случаях очень хорош. Ну и наконец тип списка. Тип списка обозначается вот так вот. И там внутри какой-то тип у нас есть. Ну вот, например, список значения типа int, он будет вот так вот у нас записываться. В интерпретаторе мы можем использовать для определения типа выражения любого команду type, которую обычно сокращают до одной буквки. То есть набираем двуиточие t и дальше набираем некоторое выражение. Нажимаем enter, и интерпретатор возвращает нам тип выражения. Можем явно указывать тип некоторого выражения, если мы хотим снять некоторый полиморфизм. Ну вот в данном случае 42, он может быть, если я написал 42, я не знаю, это int или integer. Я вообще ничего не знаю, если я пишу 42. В хаскеле, но могу явно указать тип. Вот так вот. Просто выражение приписать тип. Ну ладно, дальше на практике увидим, как это работает и для чего это нужно. Итак, каждое выражение в хаскеле имеет тип. Это заголовок этого слайда, на него надо обратить внимание. Ну да, про булев тип я рассказал вам. Булев тип это так называемый перечислительный тип, который содержит в себе ровно два значения. Если бы мы определяли булев тип напрямую, мы могли бы его определить так. Это вот законный синтекс из хаскеля для определения типов. Мы пишем ключевое слово data, после этого пишем имя типа, и после равенства пишем, какие значения у нас используются. Мы этот синтаксис сейчас особо обсуждать не будем, это наше следующее занятие будет посвящено тому, как типы определять. Но вот это вот как бы законный синтексис. Он говорит, что в типе булл два значения. Вертикальная черта различает различные возможные конструкторы данных. Ну и соответственно мы булев тип так и будем использовать. У нас есть конструктор типа и конструкторы данных. Да, я про это уже рассказал вам. Почему-то забыл, что у меня на следующем слайде это и так сказано. Ну вот теперь важная информация. Еще один способ задавать функции заключается в том, что мы можем задавать функции в виде нескольких равенств. То есть до этого как могли написать функцию нод? Мы должны были написать функцию нод, имеет тип там булл, булл, конечно же. Вот если мы хотим функцию нод написать. И дальше мы писали там нод x, да? Мы обычно так писали функцию. И дальше мы либо должны какие-то if писать и проверять там на равенство. If x равняется true, then, false, else. Но мы можем поступить по-другому. Мы можем задать функцию с помощью нескольких равенств. Эта конструкция зовется с поставлением с образцом, и мы потом поговорим подробнее. То есть здесь мы используем не переменные, а возможные значения. То есть тип у нас открыт, мы знаем его внутреннюю структуру. В хаске ли нет инкапсуляции в смысле инкапсуляции типов данных, в смысле, которые в объектно-ориентированном программировании используются. Наоборот, все структуры открытые. Почему? Потому что нет изменяемых переменных. Для чего вообще инкапсуляция применяется в императивных языках? Чтобы никто, не дай бог, не залез внутрь моих данных и не нарушил мне варианты, которые я в этом типе данных использую. А в хаске ли никуда залезть нельзя, потому что все один раз связалось, все связано, ничего нарушить нельзя. Поэтому все открыто, и мы можем легко анализировать внутреннюю структуру чего угодно. И поэтому вот сопоставление с образцом – это такой мощный инструмент. Мы говорим, ну, если пришло true, то верни false. А если пришло false, то верни true. Вот такой способ задавать функции. Он очень мощный, очень удобный, но мы тоже потом про него подробнее поговорим. Пока просто мы видим, что можно задавать функции не только с помощью гвардов, с помощью нескольких равенц, но и вообще с помощью нескольких уравнений. Вот если функция с помощью нескольких уравнений задается, то порядок тоже важен. Ну, в этом случае не важен, потому что у нас взаимоисключающие ситуации. Но могут быть и не взаимоисключающие ситуации, тогда порядок играет роль. Ну, это к слову. То есть уравнения просматриваются до того, как мы находим первое подходящее. Первое подходящее используется, так же, как с гвардами. Что касается вот этого вот объявления типа, то в принципе в хаскеле оно не нужно. Более того, оно имеет информационный характер. Мы можем его написать, мы можем его написать где угодно. В начале файла, в конце файла, между двумя этими строками нот. Но обычно, естественно, принято писать тип функции перед объявлением функции. Такой запись приветствуется, потому что просто понимаем, ну, любой человек может посмотреть, конечно, в гэш ца и набрать нот. Набрать команду type, нот, и ему вернется булл, стрелочка булл. Но, конечно же, лучше писать, когда вы определяете функцию, особенно ту функцию, которая экспортироваться будет, писать ее тип. Здесь вы можете немножко еще поиграть с полиморфизмом этой функции, со степенью полиморфизма. Ну, это, в общем, ладно, не буду я уже здесь углубляться во всякие детали, для чего полезно писать тип. Даже тип, который выводится хаскелем напрямую, его тоже принято писать. Ну, да, эта тема для вас известна. Мы знаем, что функциональная стрелочка ассоциативна вправо, если у нас функции нескольких переменных. И мы можем в хаскеле использовать частичное применение функции. Ну, в данном случае я беру умножение обычное и даю ему другое имя. То есть функция мульт — это фактически, ну, как бы некоторая функция, которая просто умножает два своих аргумента. Это функция двух переменных хаскеля, и тип у нее вот такой вот. Скобки здесь не обязательны в типе, их никто никогда не пишет, но здесь я их просто написал, потому что именно так эта стрелочка и ассоциативна на уровне типа. И теперь понятно, что на функцию мульт мы можем смотреть на двояк, либо как на функцию двух переменных, которая принимает два значения типа интеджера, либо мы на мульт можем смотреть так. Это функция одной переменной, которая принимает значение типа интеджер, а возвращает нам функцию из интеджера в интеджер. Это тоже совершенно законный взгляд, который основан на том, что применение последовательно. Действительно, сначала функция mult применяется, например, если я считаю mult2.3, как там написано. Сначала у меня mult применяется к двойке, а потом к тройке. Так вот, mult2 — это частично примененная функция, и она — это совершенно законная конструкция, совершенно законное выражение типа из интеджера в интеджер. То есть mult2 — это функция одной переменной, которая ожидает типа интеджер и возвращает интеджер. Ну вот у нас есть сессия GHCI, которая, собственно, вот этот вот модуль подгружен, в который это определение находится, и мы смотрим. mult имеет тип интеджер-интеджер-интеджер, mult2 имеет тип интеджер-интеджер. Дальше я определяю функцию fu, которая просто является, ну, объявляется как mult2 — частично примененная функция. Fu — это тоже самая функция из интеджера-интеджера, и я вот fu скармливаю тройку и получаю шестерку. То есть fu — это функция умножения на 2. Ну, так же, как mult2, но mult2 — это выражение, а fu — это целая функция, которую я вот таким вот образом определил. Ну, хорошо, с этим слайдом все понятно, да? Двигаемся дальше. Теперь пора переходить уже к термину, про который я анонсировал, ну, про который я явно мало слов говорил. Это полиморфизм. Хаскель вообще старается все трактовать максимально полиморфно. А что это значит? Это значит, что если я, например, определил k, то какой у него тип? Вот определил я k, который принимает функцию двух аргументов x, y, и возвращает x. Я мог бы так определить, могу и так определить. Какой у нее тип? Ну, вот GHCI мне и говорит, что у k тип а, стрелочка b, стрелочка а. Ну, GHCI использует tt1, но, в общем, на самом деле понятно, что эти буквки совершенно роли не играют. Просто какие-то переменные типа. То есть здесь может быть любой тип. И k может использоваться чем угодно. Ну, я могу, например, вызвать k там на, я не знаю, 5 и c. Ну, это тип, скажем, интеджер. А, ну вот, да, я там. Я, кстати, что-то про строковые вещи не сказал. Ну, понятно, что вот это строковые константы. То есть это константы типа char. То есть вот k можно применять действительно к любым типам. А и b, оно вернет значение тогда уже конкретного типа. Ну, вот k5c вернет мне значение типа, не скажу какого, потому что тип пятерки я не скажу какой. Ну, скажем, интеджер или инт, или еще что-то. А, ну вот, а kx false, например, какое значение будет иметь? Ну, будет иметь значение типа char. То есть это будет значение, будет иметь x, естественно, при вычислении. Ну, а тип будет char. Это еще до вычисления известно, просто потому что k так устроен. Фактически у нас на всех переменных типах не явно навяжен квантера всеобщности какой-то. То есть а это любая, b это любая переменная. Ну, вот в Haskell есть ключевое слово for all, но оно в Haskell 2010 не нужно. Оно нужно в расширениях некоторых. Тут я должен сказать, что Haskell, конечно, в рамках стандарта Haskell 2010, это такой довольно полезный язык. Но в ГАЖЦА есть целый набор расширений языка Haskell, которые позволяют, которые, многие из которых считаются фактически стандартными. И даже в других реализациях их тоже делают. То есть стандарт языка довольно консервативен. Ну, Haskell вообще зарождался как экспериментальный академический язык. Поэтому, в общем, сообщество программистов на Haskell, оно спокойно относится к некоторым разумным расширениям языка. И некоторые расширения исторически уже, как бы так, считаются частью языка. Их можно легко включать с помощью специальных ключей. Ну, я буду потом показывать. Вот ключевое слово for all, оно присутствует неявно. Можно включить его явно. Тогда у вас в типах будут появляться вот эти форолы. Но это нужно, конечно, не для того, чтобы просто удлинять типы, а для того, чтобы использовать эти квантеры всеобщности не на глобальном уровне, а на локальном. Про это мы, возможно, поговорим, если успеем потом. Как эти квантеры на локальном уровне используются. Вот. Ну, значит, мы увидели, что такое полиморфизм. Вот этот полиморфизм называется параметрическим полиморфизмом. Здесь у нас просто говорится, что у некоторых функций в качестве аргумента может ожидаться любое значение. И тогда мы здесь просто ставим переменную. Именно любой, здесь любой тип подходит в хаскелевский. В хаскеле это действительно так. В c++ там могут быть некоторые ограничения, типа default, constructable, еще что-то. Еще что-то, если вы там изучали стандартную библиотеку. В общем, ладно, не буду я завязывать с c++. В хаскеле здесь действительно любой тип является законным. Это называется параметрический полиморфизм. Есть специальный полиморфизм ограниченной квантификации. Ну вот теперь мы задаем себе вопрос, а какой же тип, скажем, у оператора сложения. Помните, мы определяли функцию add там x, y равняется x плюс y. Если мы попросим GHCI вывести тип, то тип получится вот такой вот. Ну, собственно, оно там написано, я уж. Ну, давайте воспроизведу. Ну, а, а, стрелочка, а, стрелочка, а. То есть вот это вот, эта часть связанная с полноценным типом. Ну, действительно, это функция двух переменных, которая, очевидно, ожидает переменных одного и того же типа какого-то. Ну, поскольку здесь мы их складываем, обычно сложение все-таки там складываем переменные. И возвращая значение того же типа. То есть вот полноценный тип. А вот это вот некоторая часть, которая указывает нам на, зовется контекстом. Значок следования. Ну, то есть не значок следования, а равно и больше. Так же, как стрелочку я пишу, это минусы больше на самом деле. Вот это называется контекстом. И она накладывает некоторые ограничения на тип А. То есть, говорится, функцию add мы можем вызывать только для тех типов А, которые относятся к классу типов num. Вот это вот имя носит название класс типов. Это еще одна мощная конструкция Хаскеля, про которую мы будем говорить позже. Ну, некоторая аналогия, правда, не точная. Это типа интерфейса в других языках, в Java, например. То есть, мы говорим, что для типа А, тип А должен реализовывать некоторый интерфейс, который называется num. Ну, что это за интерфейс? Понятно, там сложение, вычитание, умножение, деление. Вот определение так. Ну, сложение, умножение, вычитание, еще пара там операций. Числа int, double, integer, они являются представителем класса типов num, поэтому мы можем их складывать, вычитать и делить. Ну, и вот, в частности, вызывать функцию add, которая определена просто через сложение. То есть, я вот могу вызвать, например, add и сложить двойку как int, и тройку как int, и получить пятерку. Могу вызвать add на значение типа double и получить значение типа double. То есть, смотрите, мы реализовали полиморфную функцию, но это уже так называемый специальный ad-hoc полиморфизм. Понятно, что для каждого типа, который такую функцию может быть передана, для каждого типа a, у нас нужна некоторая специальная работа, нужно реализовать соответствующий интерфейс. То есть, для int мы должны реализовать плюс, там, умножить и так далее. Для double тоже. Ну, конечно, не мы, эти штуки встроены, но мы сами можем писать экземпляры этого класса тип fnum, то есть, как бы реализовать для своего типа этот интерфейс. И тогда функцию add на него можно будет напускать. То есть, параметрические полиморфизмы для любых типов. Полиморфизм ограничены для тех типов, которые являются представителями данного класса типов. Ну, следующее, про что нам нужно поговорить, это про то, как организованы программы, ну, не на мелком уровне, а на немножко глобальном. Про систему модуль. Ну, и система модуля в Хакскале, кстати, довольно бедная. Есть функциональные языки с гораздо более богатой системой модуля. Технический модуль — это файл. То есть, модуль, каждый файл в Хаскале может начинаться с… Либо начинаться просто с определением функции, тогда считается, что этот модуль называется main. То есть, для таких совсем простых злочек, для однофайловых программ, когда нам никакие модули не нужны, мы можем не писать. Либо же файл должен начинаться с имени модуля. Модуль, дальше имя модуля и дальше ключевое слово where. То есть, эта строчка всегда начинает файл с расширением hs. Для чего нужны модули? Модули нужны для того, чтобы уметь управлять пространствами имен. Значит, в Хаскале, как я сказал, инкапсуляция не является такой важной штукой, как в других языках. Но, тем не менее, инкапсуляцию можно делать с помощью модулей из списков импорта и экспорта. То есть, когда мы пишем имя модуля, мы дальше в скобках можем указать те идентификаторы, которые из этого модуля экспортируются, то есть видны другим модулям. Ну вот я написал модуль A и говорю, что функции foo и bar, ну там могут быть и другие идентификаторы, типа данных, например, перечисляться, они из этого модуля экспортируются. Дальше я могу для того, чтобы ввести в текущее пространство имен некоторые функции из других модулей, я могу импортировать что-то. То есть я пишу импорт, имя какого-то другого модуля, и дальше перечисляю те функции, которые я хочу импортировать. Если я этого списка не указал, если вот этих круглых скобочек нет, то импортируются и экспортируются все имена по умолчанию. То есть если мы хотим управлять импортом и экспортом, а не просто делать все доступным, публичным, мы эти списки используем. Ну вот дальше теперь я могу написать определение функции foo, например. foo — это f, примененное к g. То есть f у меня импортировано из b, g импортировано тоже из b. Ну иногда могут быть конфликты. Там в модуле b определена функция f, в модуле c определена функция f. Если я импортирую оба этих модуля, то у меня возникает проблема, конфликт. Ну здесь разрешается через полные имена. Мы можем указать ключевое слово qualified, квалифицированный импорт. И тогда у нас функции, которые мы хотим вызывать квалифицированным образом, они вызывают в следующем синтаксе. Имя модуля, точка и имя функции. А пробелы здесь недопустимы вокруг этой точки, потому что точка в Haskell, как вы уже, наверное, помните, я говорил, имеет еще один синтаксический смысл оператора композиции. Но здесь, в общем, особой путаницы из-за этого не возникает, потому что понятно, где мы пишем имя модуля в квалифицированном импорте. Ну вот, если я квалифицированный импортирую из B, то я должен указывать имя модуля как часть имени функции. Ну вот, в общем, основные идеи, связанные с системой модулей, я здесь изложил. В других языках функциональных есть более богатые системы модуля. В Haskell это периодически обсуждается, не сделать ли возможности в одном файле несколько модулей делать, писать параметризованные модули и так далее, и так далее. Это, в общем, такой подход имеется, но в Haskell все довольно просто. Ну а теперь как работать с модулями? Есть два способа. Есть команда load, которая просто загружает что-то. Вот команды load вы будете часто пользоваться, потому что ваш код, который вы написали, он находится в файле с расширением hs. Обычно имя модуля и имя файла совпадают. Ну, в общем, рекомендуется так делать, и мы будем считать, что так всегда и есть. Когда мы пишем load, мы пишем соответственно имя этого модуля и подгружается то, что есть в вашем файле. Однако бывают ситуации, когда у нас на самом деле подгружается что-то очень большое, состоящее из многих модулей. То есть загрузить можно какой-то... Ну, в общем, стандартная библиотека, например, разбита на целый набор модулей, и она вот как бы загружена, но некоторые модули нужно подгружать. Вот с помощью команды модуля мы можем управлять видимостью чего-то. Ну, скажем, вот у нас есть модуль, который зовется прелюда. Он всегда подгружен. И более... Это такая часть стандартной библиотеки, наиболее часто используемая. И именно так, кстати, у нас приглашение Хаскеля выглядит. Модуль прелюда. Он всегда находится в области видимости при загрузке GHCI. И мы всегда его видим. И там есть некоторый набор функций, которые мы можем вызывать. Это наиболее часто используемая функция. Ну, например, сложение чисел там в прелюдии есть. Мы можем складывать числа, потому что они подгружены в прелюдии. Ну, вот если мы, например, вот в примере хотим вызвать функцию из upper, ну, понятно, что эта функция делает. Это функция типа char bool. Ну, и понятно, что она делает, да? Эй, программисты, понятно всем, что делает функция из upper. Да, она проверяет, является ли этот char символом, переданный char символом верхнем регистра. Я слышу, что это полезная функция, но это не такая функция, которую нужно включить в библиотеку, которая всегда доступна. Вот она определена в некотором модуле, который зовется data.char. Модули иерархично организованы в хаскеле, data.char. То есть для того, чтобы использовать эту функцию, мы должны не просто запустить GHCI, а запустить, еще вызвать, подгрузку этого модуля. Вот это делается с помощью модуль. Стандартная библиотека вся загружена, но она разбита на много модулей, и поэтому мы должны нужный модуль подключить. Синтаксис такой пишем, двоеточие, м, плюс, и дальше указываем имя модуля. Ну, м — это сокращение для модуля. Вообще все команды, все команды GHCI начинаются с двоеточия, и дальше идет некоторая команда. Если на эту букву начинается ровно одна команда, то достаточно первой буквы. Ну вот, подгрузили мы data.char. Теперь можем использовать функцию isApar. Как вы видите, в приглашении подгруженные модули все отражаются. То есть вот там сессия GHCI, она такая длинная у нас. Сначала мы загрузили с помощью команды load наш файл, в котором содержится все, что мы определяли. У нас появилось fp04. Что такое fp04, кстати, спереди? Это означает, что загружен этот модуль. Более того, спереди от этого модуля, если вы посмотрите, там присутствует некоторая звездочка. Эта звездочка означает, что наш модуль загружен в режиме интерпретации. То есть мы напрямую в интерпретатор загрузили, мы не компилировали наш файл fp04. Ну, файл fp04 — это просто файл, который содержит весь код, который у меня в этом был сегодня на экране. Я его, кстати, вам, по-моему, не прислал, а зря. Я обычно его выкладываю, чтобы вы могли прямо играть. Если вам все понятно, что я говорю, и вам хочется немножко поработать. Вот. Звездочка означает, что мы находимся в режиме интерпретации. Это значит, что файл не откомпилирован, наш fp04, оптимизатор не работает, потому что оптимизатор работает только при компиляции. Но, тем не менее, в режиме интерпретации мы можем вызывать все функции, которые у нас определены. И, кстати, никаких ошибок у нас не было. Если бы я загружал модуль с ошибками, то у меня вот на стадии компайлинг, а стадия компайлинг не прошла бы. Ну, компайлинг — это не совсем честный компайлинг. На самом деле тут написано, в режиме интерпретации все откомпилировано. Фактически это проверка. Ну вот. А дальше изаппор не работает, потому что не работает изаппор, потому что не подгружено. Мы подгрузили модуль, у нас здесь появился data-char в списке подгруженных модулей. Ну, дальше мы можем его выгрузить. В общем, да, что-то я на этом слайде задержался, уже надоел вам, наверное. Здесь, по-моему, все и так понятно, что мы можем делать с модулями. Да. А, кстати, load у нас просто только загружает модули, а модуль может загружать и… Он выгружает, загружает и выгружает то, что уже подгружено с помощью load. Load фактически подгружает библиотеки, скажем так. В библиотеке может быть несколько модулей. Вот, понятно, да? То есть в библиотеке есть то, что доступно на верхнем уровне, ну, типа прилюды, которые есть. То есть когда мы подгрузили в библиотеку, но может быть еще некоторые дополнительные модули, которые мы можем подгружать и отгружать уже с помощью модуля. То есть load – это вообще загрузка в некотором смысле, чего-то большого. А дальше, если это большое из нескольких модулей состоит, то мы как бы можем подгружать дочерние… То есть data-char – это часть стандартной библиотеки, которая загружена всегда, а в области видимости у нас только то, что в прелюдии определено. Понятно, да? То есть я, возможно, это не явно проговорил, но вот так вот. Для нас, поскольку мы многомодульными программированием заниматься особо не будем, у нас все будет влезать в один модуль, нам load будет достаточно вполне. Поэтому… А дальше почитайте, там есть масса тонкостей и нюансов, какие зависимости связаны. В документации можно посмотреть. Так, теперь что у нас еще есть? Откуда вообще… Да, про справку надо поговорить, конечно. Есть стандартная справка. Это Google. Google – это Google для Haskell. Собственно, он позволяет делать поиск по API стандартных библиотек, и вы его можете использовать как через интернет, так и локально. Ну как локально, это в общем пока объяснять сложно, через кабал просто установить себе Google и скачать его весь. И тогда можно искать и по своим библиотекам, тоже стандартным синтаксисе, прямо из GHCI. Но я объясню, как это делать через браузер. То есть заходим на Haskell.org Google. Интерфейс такой же, как в Google. В модуле вводим либо функцию, либо ее тип. И дальше смотрим описание и имеем ссылку на исходный код. Можем исходный код посмотреть легко сразу же там какую-то функцию. Ну и в каком модуле она, где она определена. Можно посмотреть. То есть вот этот способ получать справку про любую функцию, что она делает, откуда она берется. Последняя тема, которую мы на лекциях должны разобрать, эта тема касается операторов и сечения этих операторов. Что это такое, мы сейчас с вами поговорим. Ну вы знаете, что операторы присутствуют во многих языках программирования. В чем отличие операторов от функций? Операторы синтаксически используются индексно. Ну вообще говоря, в Haskell оператор это… В Haskell нет предзаданного набора операторов. Операторов бесконечно много. Ну в каком смысле бесконечно много? Оператор это любая комбинация из следующего набора символов. Он перед вами. То есть может быть отдельный символ, может быть несколько символов рядом из этого набора. Единственное некоторое отличие — это двуеточие. Оно там у меня отдельно представлено. Двуеточие на первом месте играет некоторую специальную роль. Это тоже оператор, но это отдельный оператор, о котором мы позже поговорим. Когда про типы данных будем говорить. Все операторы в Haskell рассматриваются как инфиксные и бинарные. То есть они находятся между двух своих операндов. Единственное такое печальное отличие — это оператор, без которого не обойтись, унарный префиксный минус. Ну понятно, для чего он нужен, чтобы отрицательные числа получать. Вот это единственный унарный префиксный оператор. Он отдельный, мы на него и даже оператором особо называть не будем. То есть когда я буду говорить оператор и описывать какие-то свойства, я всегда буду считать, что это бинарная инфиксная штука. Нет, ну мы сейчас будем говорить про свойства оператора вообще. И вот оператор вообще в Haskell — это бинарный оператор. Но мы хотим писать минус 5, например. Нет, мы могли бы вообще и минусами объявить, что нельзя писать минус 5. Но это какое-то издевательство над языком. То есть, ну хотелось бы писать минус 5, правда, для числа минус 5. И минус x для числа x, взятого с противоположным знаком. Поэтому такой оператор есть. Он портит многие вещи, связанные с минусом, кстати, с бинарным инфиксным хорошим минусом. Но он есть в Haskell. Вот все. Он всегда ссылается на функцию negate в прелюдии. И работает так же, как эта самая функция negate. Это все, что про него надо знать. Ну, потом поймете, что он требует отдельного обслуживания неприятного. Теперь поговорим про все операторы. Значит, ну у нас, во-первых, есть стандартный оператор, про который мы все знаем. Конечно, там плюс задает сложение, умножит задает умножение. Но это работает только если мы прелюду подгрузили. Если мы прелюдию выгрузили, то ни плюс, ни умножение у нас нет. То есть у нас эти операторы определены. Значит, дальше как определять операторы? Операторы на самом деле определяются как функции. Вот я здесь объявляю некоторый оператор. Вот такой вот. Я его придумал сам. Звездочка плюсик звездочка. Это оператор, который я хочу использовать как сумму квадратов. Вот я его так и определяю. Я пишу A. Этот оператор B. Поскольку он бинарный и инфиксный, я его инфиксный определяю. И как я его определяю? A умножить на A плюс B умножить на B. Все это полноценное определение функции. Я могу теперь его использовать. Ну, например, либо набирать просто 3 этот оператор 4 в гажца, либо могу использовать, определить функцию res. Ну, точнее, не функцию, а константу, конечно. Потому что она будет равна 25. Вот, то есть в Haskell мы можем определять операторы сами, а можем пользоваться теми операторами, которые для нас кем-то определены. И в Haskell довольно много операторов полезных. Ну, в других языках тоже довольно много полезных операторов. Но обычно там, скажем, в C++ операторы зашиты раз и навсегда. Набор операторов и всякие остальные их свойства. На самом деле операторы от функций ничем не отличаются, кроме синтаксического сахара. То есть, ну, понятно, что оператор определяется как функция. И мы можем определять операторы в функциональном стиле. Единственное, что для этого нужно, это заключить их в скобки. Оператор, заключенный в скобки, работает как функция. Вот я мог определить эту функцию наоборот. Вот так вот. То есть я мог бы взять здесь вот так, так, стереть, заключить этот оператор в скобки. Тогда она как функция, определяю ее как функцию. На а и b. А вот там я определил оператор, в котором еще две звездочки добавил. Это у нас будет оператор сумма кубов. Вот я его определил в функциональном стиле. Более того, оператор я могу и использовать в функциональном стиле. То есть, если я заключаю оператор при вызове в скобочке, то он работает как функция. То есть два его аргумента передаются так же, как функции. Двойка и тройка. А могу использовать и в операторном стиле. Вот второе, res2, например. Оно вычисляет то же самое, но записано в операторном стиле. То есть мы видим, что мы от операторов можем переходить к функциям очень легко. То есть оператор фактически определяться и использоваться может как функция. Но верно и обратное. Любую функцию мы можем использовать в операторном стиле. Для этого мы должны имя функции заключить в обратные кавычки. Вот помните, у нас была функция plas, которая складывала два значения. Я могу ее использовать вот так вот. x, plas, y. Можно, конечно, я ее определил недавно сам. А в plas и нет никакого в стандартном библиотеке. Или вы имеете в виду плюс? Это можно посмотреть, но вы там быстро упретесь. То есть там есть некоторые обертки для int одна, для integer другая, для double третьего. Но вы быстро упретесь в то, что это вызывается некоторые низкоуровневые функции. По типу того, что мы делали, но в этой теории. Нет, конечно, нет. Вы понимаете, что числа определять в стиле черча, это занятие не очень эффективное. Как вы знаете, там пред, например, функция вычитания единицы имеет сложность o от n. Поэтому нет. На самом деле, естественно, все эти самые, вся работа с int и с double, по крайней мере, она просто это работа с теми двоичными int и double, которые у нас есть. Но это все в хаскеле обернуто в некоторые обертки, которые при компиляции, естественно, все снимаются. Но сделано так, чтобы это было единообразно для многих типов данных. То есть плюс, вообще говоря, определен в классе типов num. Это часть интерфейса класса типов num, а представители num для double и для int как-то его реализуют. Ну, естественно, вызовав некоторых внешних функций, которые... Ну, ясно, что складывают процессор у вас. Ясно, что это нужно сделать максимально эффективно в хаскеле. Ну, все это транслируется, в общем, в... Ну, это не на хаскеле написано. То есть хаскель в высокого уровня языка в этом смысле. А для функции адреса больше 2, если функция принимает больше двух аргументов? Да, понимаете, в чем дело? Вот тут, да, я... Ну, прозвучал сейчас этот вопрос, я бы об этом попозже поговорил. В хаскеле вообще любая функция принимает один аргумент. Как в этом самом, правильно? Ну, она может принимать и два аргумента, правильно? То есть любую функцию семи аргументов может стать как функцию двух аргументов, которая возвращает функцию пяти аргументов. Все, да, нормально именно так. То есть если что-то принимает два и больше аргумента, мы можем записать это в операторном стиле. И это не записывается в операторном стиле. Все так, вот композиция фокса, мы сейчас увидим, она именно такая. Помните оператор композиции? Он принимает на самом деле три аргумента. Комбик B. Но мы его будем писать как в инфресном стиле первые два аргумента. Ну, дойдем до этого, посмотрим. Значит, понятно. Все, мы теперь видим, что... И, кстати, вот функцию PLUS, я здесь ее определяю. X плюс Y. Я определил именно функцию, но определил я ее в операторном синтаксисе. И использовать могу ее в операторном синтаксисе. Более того, это совершенно не важно, как я определил. Я мог бы определить ее вот так вот. Ну, зачем PLUS? Вот у меня, помните, была функция ADD? Такая вот. Я эту функцию ADD могу использовать вот так вот там. 2, ADD, 3. То есть я ее использую в операторном синтаксисе. Любое имя функции, заключенное в обратные кавычки, превращается в оператор. Как мы определяем здесь, когда определяем PLUS, он в кавычках. Значит, если мы хотим использовать его в функциональном стиле, мы просто убираем кавычки или и что мы делаем? Нет. Дело в том, что при определении мы можем пользоваться любое имя. Мы в операторном синтаксисе просто определяем. Это просто токсический сахар. То есть компилятор первое, что делает, он убирает кавычки, переставляет PLUS вперед. И все. Ну точно, как с любым оператором происходит. Просто ставит скобки и выдвигает вперед. То есть тут важно вот что. Между операторами и функциями вообще никакой разницы нет. Вот идея. Просто разница в том, какой синтаксис без дополнительных штучек используется по умолчанию. У операторов инфиксный, а у функции префиксный. Вот и все. Ну, кстати, в других функциональных языках, скажем, в ВАГДе, можно определять и в операторном стиле функции большего числа аргументов. Там вообще так называемый миксиксный синтаксис есть. Вот if-then-else мы тоже могли определить как оператор очень легко. Но мы не можем. Почему? Потому что if-then-else он трех аргументов требует. И что нам тогда делать? Вот в некоторых языках, в АГДе, скажем, можно написать вот такую штуку, сказав, что это… А вот эти подчеркивания – это место для аргументов. if-then-else там вот так вот, x, y, z, ну и дальше определить if-then-else, ну, как каким-то естественным образом. И тогда здесь будет один аргумент, здесь второй, здесь третий, ну, и все понятно. Ну, это какая-то сложная конструкция. Там, нет, там есть масса тонких вопросов, связанных с приоритетами и так далее. Как бы это все разрешаемо, но вот в хаскеле такого нет, потому что все операторы бинарные, а это тернарный оператор. Соответственно, его не определить явно. Ну, и потом здесь в операторах все-таки мы сказали, что можно использовать не любые буквы, а все, что угодно. Ну, определенный набор сил. Ладно, это нас уводит в сторону, у нас времени уже мало, давайте быстренько побежим дальше, нам еще кое-что нужно пройти. Есть, однако, некоторая проблема, которая у нас пока не разрешена. Вот, смотрите, я написал некоторые выражения. Я использую свой оператор и еще другие операторы. И я ничего не могу сказать про значение этого выражения, потому что я не понимаю, что мне нужно сделать. Ну, помните, что такое? Наш оператор там, который в первой строчке, это что такое? Это сумма квадратов. Правильно? Ну, а что такое сумма квадратов? Я должен один в квадрат плюс и два в квадрат возвести, сложить, а потом прибавить тройку, или сначала два сложить с тройкой, а потом возвести в квадрат и прибавить кеденечки в квадрате. То есть вот мы видим, что есть проблема приоритета операторов. Это первая проблема. Но есть еще и вторая проблема. Посмотрите на вторую строчку. Здесь вроде оператора один и тот же. Но тоже есть проблема. Что я должен? Сначала один возвести в квадрат, прибавить два возвести в квадрат, получить некоторое значение, а потом возвести его в квадрат и прибавить три возведенные в квадрате. Или наоборот, как мне скобки расставить? Вот здесь этот оператор не ассоциативен, поэтому расстановка скобок влево или вправо, она приводит к тому, что результат разный. Значит, нам нужно уметь задавать для операторов приоритет. Один оператор важнее, другому более или менее важен. И ассоциативность. Вот. Ну и в Хаскеле есть инструмент для этого, конечно же. Да, ну здесь то, что я уже проговорил. Значит, есть специальные ключевые слова, которые задают, во-первых, ассоциативность. Infix L означает, что это лево ассоциативный. Infix R означает, что это право ассоциативный оператор. А infix означает, что ассоциативность не задается. Ну, то есть мы можем запретить задавать ассоциативность просто с помощью указания infix. Ну и тогда ассоциативные вызовы будут вылетать с ошибкой. Иногда такое нужно, потому что, ну, есть некоторые операторы, которые не предназначены для использования в цепочке. Тогда мы как бы просто говорим, что ассоциативность не задается. Ну и вот, в частности, я могу задать для введенных мной операторов шестой уровень приоритета и левую ассоциативность. Например, вот как это делается, пишется infix L6, просто в том же файле исходного кода, где операторы определяются. И написано, что мой оператор суммы квадратов лево ассоциативен, имеет шестой приоритет. Оператор суммы кубов тоже лево ассоциативен и имеет шестой приоритет. И более того, я могу для функций, которые я собираюсь использовать в операторном стиле, тоже задать приоритет и ассоциативность. То есть я вот функцию plus тоже пишу. Обычно для функций это не пишется, они имеют самые высокие приоритеты, незаданную ассоциативность. Но если какая-то функция подразумевает, что ее будут использовать infix L6, а такие функции есть, кстати. Знаете, какие функции, которые infix часто используются, это функции вот такие. Mod и div. Знаете, что они обозначают? Ну и, естественно, там писать 42 mod 10 и 42 div 10. То есть вот такие функции, которые подразумевают, что их часто будут infix L6 использовать, они просто в стандартной библиотеке прописаны. Ну, с разумным приоритетом. Всем ясно, что приоритет должен быть разумным. Ну вот теперь мы можем уже те выражения, на которые мы говорили, что они не имеют смысла, теперь они обретают смысл. То есть они однозначно разбираются. Если все-таки не хватает для однозначного разбора, ну, например, если бы мы использовали просто infix, то тогда компилятор будет ругаться, говорит, что однозначно разобрать не могу. Ну, в общем, приоритета ассоциативности хватает для любого разбора, поэтому, в общем, скобок можно не писать теперь лишних. Ну ладно, задачу сами решите на досуге. Значит, есть стандартные операторы в языке Haskell, мы про них сейчас поговорим, и я скажу коротко, что они означают, а они в порядке убывания приоритета здесь указаны. Ну, первое соображение в самом конце находится, почитайте, последнее приложение. У нас есть вот такое вот, F, G, дальше какой-нибудь оператор, ну, я не знаю, там, вот такой вот, например, H. Значит, первое, применение аппликации имеет самый высокий десятый приоритет. То есть если у меня есть цепочка, в которой есть аппликации и какие-то операторы, то всегда аппликации вычисляются сначала, а операторы потом. Ну, вот H, там, T, F. Что здесь сначала должно, F примененное, G, потом H, Q, T, потом H, Q, F, а потом только применяется оператор. То есть аппликация имеет самый высокий приоритет. Это не обсуждается, всегда вычисляются сначала аппликативные конструкции. Дальше что? Дальше девятый приоритет имеют два оператора. Первый оператор, два восклицательных знака. Это оператор взятия элемента для списка. Ну, там я хочу взять седьмой элемент из некоторого списка. Вот я пишу там имя списка. Два восклицательных знака, семерка. Ну, это как в Си вот так вот написать для массива. В Хаскеле вот такой оператор используется. Ну, да, да, на Си можно много. Нет, здесь такой перестановочности нет. Ладно, значит, это для списка операторов взятия элементов. Более интересно, вот другая, тоже имеющая высокий приоритет конструкции. Это точка, это оператор композиции. Мы про него отдельно еще поговорим. Он правоассоциативен и имеет девятый приоритет. Ну, правоассоциативность для него, естественно. На самом деле оператор точечка просто ассоциативен, поэтому на самом деле это не очень важно, что он правоассоциативен, но он технически правоассоциативен. Дальше что? Дальше восьмой приоритет имеют операторы возведения в степень. Их несколько, они разную роль, ну, с разными типами определены. Я вдаваться в них не буду. Это просто разные операторы возведения в степень. Седьмой приоритет имеют вещи, связанные с илевую ассоциативность, кстати. Возведение в степень права ассоциативно. Ну, по естественным соображениям так степень определяется всегда. Лево ассоциативные операторы, которые связаны с умножением, делением, ну и вот все остальные, квоты, ремы, дивы и моды, разницу между ними мы на практике обсудим, они имеют седьмой приоритет. Шестой приоритет имеют операции сложения и вычитания обычного. Пятый приоритет имеют операции, связанные со списком конкатенация и прицепление элементов в голову списка. Эти операторы C++, соответственно, и двоеточие — это прицепление в голову списка элементов. Ну и право ассоциативные они. По техническим причинам тоже будет понятно, почему. Четвертый приоритет имеют всякие операторы сравнения, равенство, неравенство. И вот для них, поскольку они возвращают булево значение, для них цепочки строить как-то бессмысленно, и у них ассоциативность не задана, как вы видите. И есть еще две функции, тоже связанные со списками, функции lm и notlm. Ну, соответственно, эта функция является ли что-то элементом списка. Если x — это у нас список, то там 5 lm. x — это просто, ну, некоторая функция, которая возвращает истину, если пятерка входит в этот список, и ложь в противном случае. Ну, notlm наоборот. Дальше логические булевые операции и и или имеют, соответственно, приоритет 3 и 2. И, наконец, первый самый слабый приоритет имеют всякие монадические операции. Ну, не самый слабый, а один из самых слабых. Я пока просто про это говорю. Эти операции очень важны для Хаскеля, но мы с ними познакомимся позже. Если вы знаете… Ой, зря я его нажимаю. Если вы знаете, вот этот вот оператор, это оператор связывания монадического. Он, если вы символ Хаскеля видели, в него входит этот оператор. Логотип языка. Ну, и, наконец, нулевой приоритет имеют самый слабый. Имеют 3 оператора, про которые мы тоже поговорим отдельно. Фактически вот этот оператор доллар, мы сейчас к нему перейдем, он играет ту же самую роль, что и аппликация. То есть это аппликация 10-го приоритета, а доллар — это аппликация нулевого приоритета. Если я нигде не наврал, то сейчас мы перейдем к этому слайду. А, ну вот да, наврал я. Про него мы поговорим потом. А сначала мы поговорим про некоторые процедуры частичного применения. Поскольку операторы — это функции, то для них можно делать частичное применение. Но поскольку операторы — это функции в точности двух аргументов, то хотелось бы делать частичное применение к одному аргументу и к другому. Ну, частичное применение, вообще говоря, вот для нашего оператора. Чего же я не на то нажимаю? Частичное применение для нашего оператора выглядит вот так. Берем оператор и применяем его к одному из аргументов. Но есть более такая симметричная форма записи, мы просто на место этого аргумента подставляем то, что мы хотим сделать. То есть вот оператор суммы квадратов со связанным первым своим аргументом выглядит так. Скобки здесь обязательны. То есть оператор прибавления двойки выглядит, например, так. А оператор прибавления тройки в качестве второго аргумента выглядит так. Вот это называется левое сечение, а это правое сечение. Я как бы связываю один из аргументов оператора. Если левое сечение в функциональном стиле легко написать, то правое сечение не очень легко написать в функциональном стиле, потому что связывается второй аргумент, а не первый ближайший. Ну вот, собственно, сечение операторов — это такой простой синтаксис писания, записывания операторов с одним связанным аргументом. Сечения позволяют легко писать такие очень короткие функции с использованием операторов. То есть никаких лямб не надо, можно было лямбды писать вот такие вот, но короче записывать сечение. Ну ладно, значит понятно. Сечение — это способ частично применить оператор к одному или к другому своему аргументу. И теперь опера стандартный оператор — доллар. Этот оператор определён очень хитрым образом. То есть вот, во-первых, он определён как имеющий нулевой приоритет. Тип у него такой, он принимает функцию и аргумент. И делает следующее, применяет переданную в него функцию к своему аргументу. То есть фактически написать f$x и написать fx — это одно и то же. С точки зрения вычислительной никакой разницы нет, и кажется, что этот оператор бессмысленный. Но на самом деле он чрезвычайно осмысленный, потому что это просто применение, но наоборот, с максимально низким приоритетом. Такого рода оператор позволяет нам избавиться от всех-всех-всех скобок. Вот как это делается. Ну, например, вот первый пример. Конструкция f, применённая к результату применения g к x. Здесь мы пишем скобочки для того, чтобы сказать, что не f применяется к двум аргументам g и x, а что g и x — это один аргумент. Сначала нужно посчитать g и x, а потом вычислить f. Но с помощью доллара мы можем аппликацию снизить, её приоритет и вот написать совершенно эквивалентное выражение f$gx. Более того, мы можем и цепочки из скобок раскрывать по этой технике. Это второй пример. Видите, как много скобок. Ну, я сначала внешнюю аппликацию снимаю с помощью оператора доллар, а потом снимаю ещё и внутреннюю аппликацию с помощью оператора доллар. И здесь, если бы не было ассоциативности, то какой доллар выполнять сначала, какой доллар выполнять потом? Ну, вот оператор определён право ассоциативный, поэтому вот такую вот цепочку скобочек мы можем раскрыть. Итак, если у нас есть длинная цепочка применения со скобочками, то мы можем от всех скобочек с помощью доллара, ну, практически от всех скобочек с помощью доллара избавиться. И в хаске часто доллар используют, ну, просто потому что скобочек нужно ставить 2, а доллар 1. Это сокращает запись, поэтому, в общем, многие пользуются. Фактически доллар – это просто некоторая замена скобок. Ну, у доллара есть ещё некоторые применения, которые мы потом увидим. Ну, и, наконец, последнее. Мы с этим уже сталкивались, но ещё раз. Есть в хаскеле так называемый point-фристайл, бесточечный стиль. Он связан… У нас есть эта редукция, которая кое-что позволяет сделать, и вот это редуцирование, оно как раз используется в хаскеле для этих самых целей. Вот посмотрите на определение функции. Пускай у нас есть бар и бас какой-то, но у нас конструкция выглядит так. Функция фу, определённая на х, она представляет собой вызов двух каких-то функций. Тоже последним аргументом служит у нас х. Если мы это запишем через лямбда-выражение, то у нас получится вот такое вот. Фу равняется лямбда х, бар, бас х. Но мы с вами знаем, что есть эта редукция, что это выражение в точности то же самое, что бар, бас. Окей, в хаскеле так можно делать. То есть если у нас в списке аргументов функции последним аргументом является какой-то аргумент, и с правой стороны в списке аппликаций последняя аппликация применяется к этому аргументу, и х больше нигде не используется, то мы можем всё элиминировать и записать то, что вот у нас там на самом верху написано, в виде, который написан самом внизу. Ну мы это с вами, кстати, видели. Помните, мы определяли некоторую функцию. Сначала сказали, есть mult2. mult2 — это функция. И мы могли связать её с какой-то функцией, написать f mult2. Ну на самом деле mult2 — это функция, правильно? И как бы правильная запись была такая. fx равняется mult2x. То есть вот такая развернутая запись, которая справа нам даёт умножение 2 на х. Ну и здесь f на х. Ну мы писали вот так вот, просто как бы исходя из соображения частичного применения. Здесь мы тоже выполнили эту редукцию. Ну и вот про такой стиль записи говорят, как про бесточечный стиль. Тут есть, правда, одна маленькая проблема. Дело в том, что вот если для таким образом определённой функции у нас наша система вывода типов может выводить тип автоматически, то на вот так определённых функциях она в некоторых сложных случаях говорит, не, не могу я вывести тип. И вот здесь вот тип нужно просто приписать руками в таких ситуациях. То есть мы всегда типы так из культурных соображений пишем, как мы с вами договаривались, как я вас призываю делать. Вот при бесточечных определениях иногда система типа говорит, ой, не удаётся мне. Ну, в этой ситуации нужно просто взять и написать руками тип аккуратно. То есть Haskell гарантирует вам, что если вы пишете в полном развернутом стиле, вот в таком вот для вас тип будет выведен. А вот в таком синтаксисе иногда требуется ручками вывести тип. То есть фактически, ну, пишем так, получаем тип, приписываем его, а потом делаем эту редукцию, переводим в Point Freestyle. Всё на этом. Всё на этом.